Основным направлением финансирования в 2017 году были определены объекты сферы образования и здравоохранения. Оно будет и дальше, и инженерной инфраструктуры, и культуры. Но при этом здесь очень слабо уделяется внимание инвестициям, частным инвестициям, которые проходят на территории республики. Поэтому обращаю здесь очень серьезное и пристальное внимание, в том числе и Министерство экономики, как курильщего направления инвестиции и агентства инвестиционных привлекательности, строительного блока и целом правительства. Почему? Потому что в многих муниципальных образованиях в сельскохопоследовании строится много проектов инвестиционного направления. Но они почему-то в стройке учета не учитываются. На это надо обратить внимание. В рамках стерилизации приоритетного проекта формирования комфортной среды на территории республики ведет строительство благоустройства 44-х дворовых, и 13 общественных территорий в 8 муниципальных образованиях. Если я еще раз подчеркиваю внимание, отделите этому и главу муниципальных образований, только при наличии акта, только при наличии документа о том, что проведен сбор, сход этого населения, населенного пункта или же жителей этого двора, мы на выборах президента о том, что отдельным направлением выставляли проект. Проекты, там люди голосовали, какой проект лучше из трех проектов выбирали, единственный таких проектов. Поэтому здесь и парламенту, и правительству взяли на жесткий контроль, чтобы мы были примером по выполнению реализации этих проектов. Это партийные проекты, и это до 2022 года. Если мы сейчас грамотно подойдем к реализации этих проектов, то мы довольно серьезно изменим облик наших населенных пунктов и городов. В сфере жилищного строительства мы достигли хороших результатов. Планово мы это все выполняем. Но здесь я обратил бы внимание в том, что учитывать не только бюджетные проекты и объекты, как я уже говорил, и инвестиционные, и особенно частный сектор. Там мы тоже уделяем очень слабое внимание. Одним из задач по ветхому жилью, главных задач, в ближайшее время я буду заслушать по этому поводу, поэтому просил бы вывести это как главную задачу, это ревизия всего частного сектора. Здесь, я думаю, что и органы правопорядка подключатся. Почему? Потому что здесь процентов 50, так называемого, ветхого частного жилья, это дутые цифры, это вообще не существующие адреса. Поэтому здесь нам надо очень серьезно поработать. А это тоже влияет на рейтинг республики в целом системы страны. Почему? Потому что у нас самое большое количество, так называемого, ветхого частного сектора. На это обращаю тоже внимание. Дорогие друзья, говоря о наших достижениях, которые мы имеем в 2017 году, конечно, мы должны говорить и о таких факторах, как индексы промышленного производства. Мы благодаря ряду проектов, в том числе и заводу полимерных труб, в том числе и предприятиям РИАК, и другим предприятиям, которые мы построили, в том числе за счет частных инвестиций, за счет бюджетных инвестиций, они дали хороший результат. Но при этом мы должны с вами подчеркнуть, что мы до совершенства не довели ряд предприятий, которые построены за счет бюджетных сервисов. Правительству здесь надо поработать, ускорить процесс передачи в Ростех и заводы по энергосберегающим лампам, найти в рамках ГЧП тех, кто сопроводит этот проект, как швейная фабрика и предприятие детского питания, но при этом, конечно, максимально привести в соответствии с законом. Но, тем не менее, я должен сказать, что мы максимально провели работу, и здесь я должен поблагодарить тех участников процесса, которые сделали такой хороший скачок в индексе промышленного производства. Необходимо подчеркнуть проблему с водоснабжением населения. Мы в этом году реализуем еще один проект на 300 миллионов рублей. Просил бы здесь еще раз глава муниципальных образований держать на личном контроле, чтобы те ошибки, которые в прошлом году были, чтобы они не допускались. И за счет этих средств решить проблему, которая сегодня стоит перед теми населенных пунктов, где у нас наиболее проблемно с водоснабжением. Уважаемые коллеги, одним из важнейших наших приоритетов является повышение роли молодежи в развитии республики. При этом главная цель – это воспитание здорового, интеллектуально развитого, патриотически настроенного поколения, способное отвечать на вызовы времени, на равных участвует в формировании технологической, культурной повестки глобального развития страны. В целом можно отметить положительные изменения в развитии молодежной политики, в частности в вопросах увлечения незанятой молодежью в общественной жизни, объединения исполчения молодых граждан.